Рад вас приветствовать, друзья мои! С вами Виталий Колпин и это уже восьмой выпуск рубрики BarSkills в рамках Bartender School by Bacardi Martini. Для начала хотелось бы отметить, что совсем недавно в конце ноября прошел мировой финал по флэрингу Root House Grand Final и от всей души поздравляем Марака Послужного с его наконец-то осуществившейся победой. Ну а мы с вами находимся в центре Санкт-Петербурга в баре Тутака, где вы можете насладиться мексиканской кухней напитками. И пока я жду свои такос, давайте продолжим наш выпуск. Что ж, сегодня я бы хотел с вами разобрать еще одно движение с ложкой, его же можно делать и с мадлером. Как мы говорили ранее, нет неправильных ложек, есть те ложки, которые мы может быть не научились правильно использовать. Так вот, сегодня как раз речь пойдет о таких. Многие из вас говорили о том, что короткие ложки неудобно крутить в пальцах или неудобно делать такие движения. Так вот, давайте разберем одно движение с ложкой, у которой есть вот такая вот пятка. В принципе, ими можно делать те же самые все движения, которые мы делали до этого, но тут еще есть несколько движений, которые можно делать именно вот с ложкой такой формы или у которых такая пяточка, ну или в общем-то те, у которых там есть капелька, ананасик, черепушка, что угодно. Давайте приступим. Значит, первое, положение ложки. Здесь как раз мы берем за эту пяточку, за нашу пяточку, да, или ананасик, или если это капелька, если это ложка с капелькой, то упираемся прямо в капельку, да. Дальше, где находится ложка в пальцах? Это не глубоко, примерно в первых фалангах, примерно зажимаем первыми фалангами, да, и обязательно, чтобы ложечка именно упиралась, здесь именно упиралась в эту пятку, пятку или в капельку. Давайте я разберу на примере этой ложки. Значит, здесь у нас ложка упирается, дальше исходное положение, исходное положение, прижимаем ложку, можно не прижимать, можно просто свободном положении держать и убедимся, что она у нас легко вращается вот таким вот образом по кругу, свободным образом вращается. Итак, первый шаг. Когда мы начинаем движение, у нас идет небольшой замах, и первым же движением мы перекидываем в указательный палец, перекидываем в указательный палец. Дальше, убираем безымянный, убираем безымянный, и ложка делает полный круг, и закидываем наверх. Еще раз покажу. Значит, перекидываем в указательный палец, дальше ложка делает полный круг и закидываем наверх. Закидываем наверх и прижимаем большим пальцем. Убираем средний палец и ложка скользит сквозь большой и указательный палец и приходит такое положение. И продолжаем движение тем движением, которое мы делали до этого, это вращение через палец. Таким образом соединяем два движения и получается такое нехитрое красивое красивое движение. Еще раз покажу, как это выглядит. Возьмем другую ложку, например, с пяткой и сделаем то же самое. Возьмем ложку с ананасом, проделаем то же самое движение. Вы видите, что в принципе со всеми ложками очень удобно делать это движение. Для этого движения как раз удобно использовать короткие ложки, то есть если мы возьмем допустим ложку, которая в длину 40-45 сантиметров, то у нас получается очень большой радиус движения, поэтому может не всегда и будет уместно работать. Но в целом, в целом, то же самое можно делать с любой другой ложкой. Главное, чтобы вам удобно было ее фиксировать в руке, потому что если будет, например, ложечка такой формы, то не совсем удобно будет с ней работать. Поэтому здесь как раз движение в большей степени для ложек, у которых либо есть капелька, либо есть пятка какая-то. В большинстве своем, я думаю, что в баре, в закромах, где-то вы всегда можете найти такой формы ложечку. Итак, то же самое движение можно делать, в общем-то, и с мадлером. Здесь убирайте удобную форму мадлера, потому что не с каждым мадлером можно будет работать. Допустим, берем мадлер такой формы. Он очень удобно вращается в пальцах. Здесь уже есть такая специальная выемка, которая хорошо фиксирует пальчики. И с ним очень удобно работать. Дальше можем взять мадлер такой формы. Тоже достаточно удобно с ним работать. И очень симпатично выглядит движение. Дальше можем взять мадлер и такой формы, то есть длинная. Главное, чтобы мы могли зафиксировать предмет так, чтобы у нас не вылетело. В принципе, если у вас сильные пальцы, можно, в общем-то, работать с любым предметом. Но с предметом, у которого есть либо какое-то расширение, либо какая-то пяточка сверху, гораздо проще будет делать это движение. Давайте еще раз проговорим важные аспекты. На этот раз покажу на примере мадлера. Значит, еще раз, хват у нас идет между безымянным и средним пальцем. Дальше, когда начинаем движение, берем, фиксируем, хорошо очень фиксируем предмет. Не так, чтобы он у нас просто болтался, а хорошо его фиксируем. То есть, где-то он у нас там стоит. Взяли, зафиксировали. Дальше. Начинаем движение с перехвата в указательный палец. Дальше убираем безымянный и делаем полное вращение мадлера. Дальше мадлер у нас скользит сквозь пальцы. Если у вас не хватает пространство для того, чтобы провернуть мадлер, ничего страшного, можно всегда помочь другими пальчиками. Он проскальзывает сквозь пальцы. Главное, чтобы мадлер просто проскользнул сквозь пальцы. Здесь можно перехватиться на безымянный, на безинец, как вам удобнее будет. Не обязательно между указателем и большим пальцем это делать. Можно перехватить просто пальчики, чтобы главное, чтобы мадлер проскользнул сквозь пальцы. И делаем вращение вокруг пальца, которое мы уже разбирали в предыдущем выпуске. Еще раз покажу. Это движение можно делать как справа от себя, если вы правша, или слева от себя, если вы левша, с одной стороны. Либо можно делать его параллельно бару. Получается то же самое движение, но видите визуальный эффект, что выглядит оно даже немножко по-другому. И, допустим, там делаем мадл. Это движение можно продолжить и одним из элементов, которые мы делали в предыдущих выпусках, а именно, допустим, взяли, сделали первое движение и продолжили его вращением вокруг пальцев. Еще раз покажу, как это выглядит. То же самое движение можно сделать и с мадлером. Делаем движение, которое мы сегодня разбирали, и продолжаем его вращение вокруг пальцев. И дальше на мадл. Еще один маленький нюанс. Когда будете делать это движение, старайтесь сделать так, чтобы мадлер или ложка, которую будете использовать, свободно вращались в пальцах. То есть сначала можно просто попробовать немножко свободненько повращать его. Здесь без лишних усилий, когда будем перекидывать в указательный палец, когда будем перекидывать в указательный палец без лишних усилий. То есть в большей степени использовать именно вес самого предмета. Еще один момент, когда начинаем движение, когда начинаем движение, не закидывайте маддлер вверх или ложку, не закидывайте вверх. Вот эта часть, нижняя часть маддлера, которой мы работаем, или наша смесительная часть ложки, находится внизу, когда мы начинаем движение. То есть первый круг, когда делает ложка, весло находится внизу. Не закидывайте вверх, потому что тогда сломается движение. Вот поэтому ложка находится внизу, рука в положении, к примеру, вот таком, то есть у нас тыльная сторона ладони смотрит вверх. И дальше только в конце ложка забрасывается наверх. Здесь есть еще важный момент. Когда мы перехватили в указательный и большой палец, здесь можно менять чуть-чуть положение кисти, так, чтобы у нас ложка не ломалась в движении, чтобы она не падала просто вбок, а продолжала движение. Вот у нас получается ложка заходит по окружности и дальше продолжаем движение. Мы немного поменяли положение кисти, так, чтобы мы не мешали движению ложки, чтобы она свободненько могла провалиться в пальцах и закончить движение. Еще один маленький нюанс. Когда мы перехватываем ложку в пальцах, старайтесь, чтобы вот это вот место, где упирается ложка в пальцы, находилось как можно ближе к пальцам, то есть практически в состоянии упора, то есть постоянно. Если мы будем перехватывать очень далеко, если будем перехватывать очень далеко, то ложка будет съезжать вниз и получается, что нам неудобно будет как раз-таки перехватывать вот здесь в пальцах. Поэтому, когда будете делать это движение, старайтесь, чтобы пальчики всегда были как можно ближе вот этой вот к точке опоры. Ребята, желаю вам приятных тренировок. Помните, что нет никаких неудобных предметов. Есть движение, которое мы еще не смогли найти, поэтому будем с вами их вместе искать, вместе разбирать. Если возникают какие-то вопросы, пишите, я всегда с удовольствием помогу и отвечу. До встречи в следующем выпуске.